Именно для обмена опытом в Сочи приехала делегация из края. В городе благодаря Олимпиаде много пилотных проектов. Делиться наработками муниципалитет будет по всем направлениям. Начиная от создания рабочих групп, они курировали программу по приведению Сочи к единому архитектурному облику и заканчивая работой с населением, которая за свой счет приводила в порядок свои объекты. От организации встречи гостей перешли к повседневной жизни города, в частности к организации работы постолимпийской схемы дорожного движения. По большому счету, люди не знают, как им ездить. Закон должен был уже кольца убрать. Кольца никто не убрал. Значит, надо ездить по правилам, когда кольца действуют. Так? Так? А как, Олег? Нет, знаете, ремонтировали, кольца не действует. Так вот, хорошо. Ладно, значит, поэтому надо до пятницы, чтобы уже... Надо сегодня закончить проект, Алексей Иванович, вам поручение. Затронули на совещании тему санитарного состояния курорта. Во время Олимпиады многие гости подчеркивали. Сочи – чистый город, но в некоторых районах опять появляются свалки и мусор около домов. С каждым подобным случаем теперь будут разбираться отдельно. Для этого за улицами закрепили ответственных лиц. Более того, как и по всему краю, в Сочи объявлен месячник чистоты. Еще один вопрос, который вызвал жаркую дискуссию – строительство детских садов и школ. По плану в этом году необходимо сдать пять пристроек и еще одиннадцать в разработке. Но из-за смены подрядчиков есть вероятность срыва графиков. У нас в графиках написано – до первого июля открытие всех пристроек. Теперь по пристройкам вот этим пяти. Значит, по всем идет работа, ну скажем, с разной степенью там отставания. Но сто седьмой детский сад «Голубые дали» вообще никак. Если мы сейчас начнем менять подрядчика, мы уйдем еще на год в минус. Управлению по капитальному строительству поручено в кратчайшие сроки наверстать отставание по графикам. Глава города потребовал. Количество мест в дошкольных учреждениях Сочи, как и было запланировано, к 2016 году должно увеличиться на две с половиной тысячи. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».